Всем привет дорогие друзья, с вами Геймплейн и это обзор на очередное обновление игры Миньон Раш. И давайте сразу же посмотрим, что нового в этот раз принесли нам разработчики. Сразу же бросается в глаза новый Миньон Амур, и если вы этот костюм купите, то вы можете подарить его всему списку своих друзей. И он увеличит количество собранных бананов в забеге на 100%. Вот так-то вот. Также здесь должен был появиться еще новый костюм морской звезды, но почему-то у меня он отсутствует. Но в общем не будем заморачиваться, а посмотрим, что еще здесь нового появилось. Зайдем в локации и посмотрим, что теперь у нас, какая новая локация. Локация называется Антизлодейская Лига. Если кто-то смотрел мультик, то вы эту локацию должны уже знать. Так, что помимо этого у нас появилось еще? Зайдем в магазин и у нас появился такой вот пауэрап под названием Луна. Но давайте попробуем побегать по новой локации вот этой лаборатории героев и посмотреть. И, возможно, Луна это нам все-таки попадется, и мы сможем посмотреть ее непосредственно в действии. Итак, локация очень сильно напоминает мне, если честно, лабораторию Грю, то есть самую первую, но все-таки чуть-чуть она отличается, во-первых, внешним видом, потому что здесь все немножко по-другому сделано. Ну и, естественно, другие виды препятствий здесь присутствуют. Вот так вот я стрёмненько пробежал. Давайте пробежим сейчас еще один разок. И если все-таки я не найду эту Луну, сейчас я вам расскажу, что она вам дает. Подняв Луну, вы отправляетесь непосредственно в космос. Ваш миньончик будет в костюме космонавта. И тем самым вы будете бегать по Луне с помощью акселерометра и собирать там какие-то кристальчики. Также там может попасть вам и бяблочко, соответственно. И если вы соберете это бяблочко, то будет вам респект и уважуха. Как известно, нужно найти эти бяблочки, спрятанные как на локации. Теперь эти бяблочки могут быть еще и на Луне. Вот, кстати, одно бяблочко было, и я успел его, кстати, тоже сейчас поймать. Обновление, в принципе, неплохое, но, если честно, почему-то на новой локации я обнаружил небольшие фрезы, небольшие падения фпс, и, кстати, почему-то тень, вот когда я врезаюсь, достаточно пиксельно выглядит. Это, конечно же, расстраивает, хочется чего-то более качественного. Игре уже, наверное, скоро будет год, а разработчики до сих пор не могут нормально ее оптимизировать под все устройства, и постоянно с каждым обновлением присутствуют какие-нибудь новенькие такие вот лаги и подвисания. Но все же радует, что разработчики постоянно нас радуют чем-то новеньким и постоянно вносят в игру различные новые фичи. Обновление, в принципе, неплохое, рад, что появился новый Power Up, а то уж как-то совсем скучненько стало.